Здравствуйте! Сегодня у нас разговор по существу с депутатом Государственного Совета, председателем Комитета Олегом Мешковым. Олег Вадимович, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Олег Вадимович, насколько я знаю, скоро будут проходить парламентские слушания. Что это за формат и на какую тему вы будете проводить это мероприятие? Что такое вообще парламентское слушание? Вот такую форму, скажем так, рабочую форму мы приняли, решили провести для того, чтобы выработать определенные решения, предложения, скажем, которые будут нам полезны, потом обратиться дальше, выше, на Государственную Думу, правительство нашей республики, правительство Российской Федерации, какими-то конкретными, определенными предложениями. И в данной работе участвуют не только какая-то фракция партии или Единая Россия, участвуют все. У вас это будет как сессия? Значит, смотрите, каким образом будет. Во-первых, я сейчас расскажу последовательность. У нас создана рабочая группа. При комитете, который я возглавляю, создана рабочая группа, куда входят депутаты, куда входят представители жилищной инспекции, куда входят службы по тарифам, по конкурентной политике, представители администрации городов. И эта рабочая группа проводила уже три выездные встречи, четыре выездные встречи в разных районах, и Новочебоксарске. С жителями? В разных районах города Чебоксары и Новочебоксарске. Во встречах участвовали, во-первых, представители многоквартирных домов, далее представители управляющих компаний со стороны администрации города, со стороны администрации районов, которые были, естественно, представители. И просто были жильцы, которые уже проживают в данном микрорайоне. Ну вот мы каким образом заслушивали отчет какой-нибудь управляющей компании, далее слушали выступления жильцов, представителей, вот председателей этих советов многоквартирных домов, просто обычных жителей. Потом шли формы общения, как вопросы-ответы, отвечали на вопросы представители жилищной инспекции, службы по тарифам, администрации города и представители управляющих компаний. То есть собрав такой материал, мы теперь это хотим более широким, это как бы свете, это обсудить, как в виде парламентской слушаний. Куда будут приглашены? Все депутаты Государственного совета, естественно, будут там участвовать. Депутаты городских собраний города Чебоксара, Новочебоксарска, руководить главы администрации районов, главы администрации городов, представители управляющих компаний, представители советов многоквартирных домов, чтобы со стороны жильцов были там интересны. А народ-то весь поместится. Значит, ну вот мы постараемся, чтобы все вот эти категории были представлены. Вот сегодня только были, значит, как раз у меня на приеме тоже активные женщины, представляют определенный район города Чебоксара. То есть на самом деле активные жильцы, которые вот многие проблемы, они уже знают. То есть уже становятся сами специалистами, там и в тарифах, и в содержаниях, и в цифрах, законах и так далее. Они уже знают обо всем, да? Вот они тоже попросили, говорят, нельзя ли там прийти. Ну я говорю, хорошо, я, значит, постараюсь. Я говорю, не постараюсь, я вас обязательно, говорю, включу в список, придете, значит, потому что они на самом деле как чисто активные, там, социально активные люди. Вы выслушаете граждан, вы выслушаете управляющие компании, да? Вы выслушаете какие-то там государственные комитеты по тарифной политике, жилищную инспекцию. Дальше что? Я забыл сказать, министрой еще будет. Министрой тем более. Дальше что? Далее, значит, вот каждый выступающий, естественно, излагает вот свое видение. Мы ставим работу каким образом? Значит, я вот тоже там попросил, там обозначил, что не только должно быть какое-то выступление, вот что мы, вот декларация каких-то фактов. Нет. То есть они там, значит, излагают свой вопрос, свое видение, значит, изложение проблем, видение свое там, это решение этих проблем и какое-то, значит, предложение. Вот предлагаем в данном случае, потому что же они в каждой своей сфере, там, да, значит, являются определенными специалистами, там, взять жилищную инспекцию. Они же столько имеют, значит, скажем так, вот проблем вопросов, сталкиваются, да, и видят какие-то, может быть, законодательные упущения. Может быть, они предлагают как-то что-то внести, там, например, да, чтобы там как-то более активно влиять на управляющие компании, например. А сегодня же, вот, на самом деле, вот влияние со стороны исполнительной власти, там, на управляющие компании, ну, так незначительно. Да, конечно, они могут там как-то там нестандартно, скажем так, поступить, но вот так вот прямо линейно вот ими управлять они не могут. И, понимаете, была бы какая-то муниципальная служба, там, сфера ЖКХ, то, естественно, город бы полностью отвечал бы за это. И не только отвечал бы, и управлял бы всеми этими, скажем так, ДЭО, ЖЭО, которые в районах. А сегодня это же, получается, частные структуры, там, значит, это как будто уже другой бизнес, и туда входить, вклиниваться, вмешиваться как бы тяжелее. А этим, естественно, пользуются недобросовестные управляющие компании. И хочу сказать, на самом деле, такие нарушения есть. И мне просто непонятно, с одной стороны, почему вот эти предприниматели, бизнесмены, которые вот это, ну, так назовем, что это предприниматели, которые ведут такой бизнес, бизнес сферы ЖКХ. Таким образом поступают, чтобы они, что они, там, свою курицу, вместо того, чтобы постоянно кормить, поить, что они не слоя, яйца там, они пытаются сразу, там, как-то там зарубить и так далее. Значит, и, скажем так, вызывать негодование жильцов, и вызывать такой негатив. Спасибо большое, Олег Вадимович. К сожалению, у нас заканчивается время. Встретимся на парламентских слушаниях. Ну, спасибо, что пригласили. Значит, ждем. Значит, это может быть, как, скажем так, как представители жильцов. Может быть, да. Да, придете к каким-то с определенными своими пожеланиями или какими-то предложениями. Спасибо. До свидания. Напомню, что сегодня у нас разговор по существу был с председателем комитета Государственного совета Чувашской Республики Олегом Мешковым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»